Накануне в Центре развития творчества имени Бажова подвели итоги фото-выставки «Дарит осень чудеса». В ней приняли участие школьники со всего Полевского городского округа. Победители выбирали по трем номинациям. Это «Осенний пейзаж», «Портрет» и «Натюрморт». Оценили работы и наша съемочная группа. Второе место в младшей возрастной группе. Дюдилка Башаров Владимиров, руководитель Жирнова Светлана Радиповна. Сегодня актовый зал Центра развития творчества имени Павла Петровича Бажова поражает своей яркостью. 300 фоторабот расположились на его стенах. Здесь портреты, пейзажи, натюрморты. Все они связаны с осенней тематикой. 100 школьников со всего Полевского городского округа представили фотографии для участия в городском фотоконкурсе «Дарит осень чудеса». Конкурс проходит не первый раз. Вообще конкурс фоторабот, изо и фоторабот был вместе раньше. Но сейчас, вот я уже третий год здесь работаю, и впервые фотоконкурс, он занимает полностью весь зал. То есть отдельный конкурс без изо работы. 15 образовательных учреждений приняли участие в фотовыставке. Наибольшую активность проявила школа номер 4. Ее ученики представили 51 работу. Действительно поражает яркость и сочность осенних натюрмортов. Школа номер 17 представила множество портретов одноклассниц. А вот и пейзажи, на которых запечатлены в осенних нарядах самые красивые места Полевского – Думная гора и Азов гора. Эти фотографии были у моей бабушки. Лежали. Я решила участвовать в конкурсе, потому что за каждую такую работу нам в класс дают бал. И мы соревнуемся по классам. Вот я решила принять участие. Вот и одна из победительниц в номинации «Осенний натюрморт» Александра Лекомцева. Саша рассказала нам об истории создания своей фотоработы. Я услышала, что учительница говорит нам про этот конкурс и захотела участвовать. Эта фотка у меня с 2013 года. Мы с родителями ездили в поход возназор в гору. Меня там родители сфоткали и мы эту фотку захотели показать в конкурсе. Выбирали лучшие работы профессиональные фотографы Полевского – Иван Захаров, Сергей Чухнин и Виктор Непомнящий. Виктор отметил, что выбирать лучших было непросто. Судить было очень сложно, потому что фотографий было много. Конечно, хотелось максимально оценить это объективно, но, к сожалению, не всегда это удается. Мы попытались наградить всех, попытались оценить всех, но надо понимать, что самое главное – это участие в конкурсе. Это не награды, это не места призовые. Участникам и их родителям хочется посоветовать развивать всю эту натуру, развивать творчество. Несмотря на то, что выставка длилась всего неделю, организаторы уверены, что подобные конкурсы должны проводиться как можно чаще, ведь это помогает увидеть в ребенке талант. А члены жюри, в свою очередь, предложили победителям профессиональные мастер-классы. Алина Меньшина, Алексей Карипанов. Новости. Твой день. Алина Меньшина, Алексей Карипанов. Новости.